И первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Здравствуйте, у меня вопрос, почему Россия так бодается в вопросах обмена пленными? Ведь это двухсторонний обмен, обмен же. Тем более у обеих сторон есть много раненых в плену. Не могу представить даже какие у них причины. У самого друг уже год в плену, он был на заводе Азовсталь, со всеми выходил. Нет никакой информации от него после этого. Слава героям. Смотрите, а я объясню почему. Тут очень много причин для российской стороны. Очень много причин. Есть сторона даже моральная и есть сторона экономическая или политическая. Так даже можно сказать. Вот три составляющих. Мораль, политика, экономика. Начнем с морали. Дело в том, что Российской Федерации глубоко наплевать на этих пленных. Глубоко. В стране с населением 140 миллионов, сотни больше, тысячи или меньше, или абсолютно. То есть у них МОБ-ресурс оценивается в 15 миллионов человек. Вы думаете, они будут бодаться за каждого пленного? Нет. Абсолютно. Им по барабану. Раз. Второе. Они очень боятся возвращения этих пленных в ряды. Они же их не отпускают домой. Мы, выполняя конвенцию, обеспечиваем им медицинское обеспечение, нормальное обеспечение. Трехразовое питание, условия содержания. Вы обратите внимание, откройте любое видео обмена пленными. Посмотрите, каких мы отдаем российских пленных. Холеные, розовощекие, откормленные. Ну, это Женевская конвенция. Мы гуманная нация. Мы не звери. И каких мы принимаем наших пленных от них. Изможденных, голодных, похудевших, потерявших вес, иногда до критического состояния. Они просто, ну, они их содержат как скот в надежде, что они быстрее сдохнут, чтобы не было проблем с их обменом. Вот так подходит Российская Федерация к пленам. И такое же отношение к своим. Абсолютно наплевать. А еще они очень боятся, потому что эти пленные приедут и расскажут правду. Расскажут, что у нас никого не пытают с помощью полевого телефона током. Что у нас не избивают до полусмерти, не ломают ребра, руки, ноги. И что гуманно относятся. Что никаких нацистов тут нет. Никакого НАТО в Украине нет. Что воюют реально с нацией, украинской нацией, нашей нацией. Что мы всей страной воюем против оккупации нас, Российской Федерации. Вот чего не боятся. А еще, не дай бог, этот пленный приедет и... Да, на камеру их заставляют говорить, что там заставляли учить петь гимн Украины. Там учить наши эти самые песни. Ну, мы им читаем лекцию по истории Украины, чтобы они понимали, куда они пришли и почему мы их считаем здесь захватчиками и агрессорами. И каковыми они являются на самом деле. Так вот, Российская Федерация катастрофически боится, что эти пленные расскажут правду. А ему нет смысла врать. Понимаете, он был в плену. И он расскажет правду. И это... А сарафанное радио разносится очень сильно. Это моральная составляющая. То есть, миф о жестоких нацистах, фашистах, бандеровцах, он просто разбивается, как хрустальная ваза в мелкие брызги. По рассказам вот этих плен. Теперь, это и политическая, и моральная составляющая. Теперь экономическая составляющая. Дело в том, что они числятся пропавшими без вести, пока находятся в плену. А если пропавшей без вести, то выплаты не положено. И семья ничего не получает. Пропал без вести. А как он прав? А может он сбежал. Откуда мы знаем? Вот мы его ловим. Сейчас вот объявим его в розыске, будем ловить. Понимаете? А если он возвращается, ему надо выплаты все. Компенсацию за то, что он был в плену. Вот проблема еще. А еще он начнет рассказывать, как ему там хорошо было. И безопасно. И что он не хочет возвращаться в окопы и воевать опять против Украины. Вот поэтому Российская Федерация категорически отказывается принимать, забирать своих плен. Вот. И они думают, что таким образом они создают... У нас, кстати, публиковалась цифра, ну я нашел в открытых источниках, что порядка 10 тысяч гривен мы тратим на содержание одного военнопленного в месяц российского. Тем более мы даже даем им выбор, право выбора, хочет он, чтобы его обменяли или нет. И они, ну как бы, у них даже в этом есть выбор, понимаете? У наших вообще там никакого выбора нет. Вот поэтому они так относятся, командование так относится. Это политика государства. Это не просто там кто-то решил. Это политика государства. Так решил Путин. Эти люди уже списаны в утиль. И они не должны в никакой мере помешать выполнению планов вождя, в кавычках.